Большое спасибо за возможность выступить в циклом лекции. Моя цель очень простая. Я хочу рассказать несколько эпизодов из геометрии и топологии малых размерностей. Я буду рассказывать про трехмерные многообразия, которые так или иначе связаны с теорией узлов, про риммановые поверхности. И еще опущусь на размерность ниже и буду рассказывать про графы. Но удивительно, что все эти объекты, которые возникают в топологии малых размерностей, они могут быть изучены с одной точки зрения. Это либо многообразие с особенностями, либо объекты, которые обладают вполне конкретной геометрической структурой. И тогда к ним можно применять чисто геометрические методы. Но сегодня я расскажу про геометрию узлов и зацеплений. Вопросы, которые здесь возникают, они, в общем-то, довольно сложные для первого ознакомления. Поэтому я постараюсь рисовать как можно более число картинок. Ну и по ходу моей лекции я готов отвечать на ваши вопросы. Если что-то станет непонятным или покажется слишком сложным, мы всегда можем вернуться назад. Геометрия узлов, как наука, довольно молодая. Она возникла, так по моим подсчетам, примерно 40 лет назад. Хотя, как это часто бывает в математике, истоки этого направления были заложены еще в начале 20 века или даже в конце 19 века. Но тогда еще многие вопросы оставались невыясненными. А теперь мы имеем возможность, в общем-то, на многие вопросы ответить положительно. И, как это всегда бывает в современной математике, довольно существенную роль в этом играют современные компьютеры, которые мы так или иначе используем для вычислений, для доказательств основных теорем. Хотя, конечно, теоремы звучат как математические теоремы. И доказательства настоящие математические. Но чтобы добраться до результата, до их сути, мне и моим ученикам пришлось проделать очень много вычислений на компьютере, самых разных. Это и геометрические вычисления, и аналитические численные вычисления. Ну и, в конце концов, получились некоторые результаты, которые уже можно показать, в общем-то, не специалистам в этой области. Ну, попробуем двинуться дальше. Значит, я начну с очень известных вещей. Хотя, опять-таки, эти вещи не совсем элементарные, но, возможно, многие из них вам хорошо известны. Сегодня я буду жить и работать в трехмерных геометриях, в трехмерном мире. И я сразу должен сказать, что известно, что в трехмерном случае существует ровно 8 геометрий, открытых Вильямом Терстеном, с помощью которых можно моделировать трехмерные объекты. Такими объектами могут быть, допустим, многогранники, узлы, многообразие, арбифолды, многообразие с особенностями, ну и некоторые другие более экзотические вещи, о которых, может быть, я тоже буду немножко говорить. Самая первая геометрия, хорошо известная вам из школы. Это Евклидова геометрия. Ну, изучали, помним, да. Но я сразу должен сказать, что по собственному опыту, вот я работаю в этой области уже почти 40 лет, выяснилось, что это самая трудная геометрия. Так уж получается. Чего тут не поделаешь. Вторая геометрия – сферическая. Ну, понятие сферической геометрии ввел Римман, но у меня есть подозрение, что она была известна довольно давно, возможно, еще до Евклида. Я плохо ориентируюсь в истории человечества, но просто как-то я однажды попал в Самарканд, в обсерваторию Лумбека, и увидел, что там просчитаны координаты звезд с шестью знаками после запятой. Люди знали сферическую геометрию. Откуда? Я не знаю. Но, тем не менее, такая наука в практике существовала, каким-то образом использовалась, но это не предмет моей лекции. Может быть, кто-то когда-нибудь задумается, где и когда впервые возникла сферическая геометрия. Я на этот вопрос ответить не готов. Наконец, гиперболическая геометрия. Здесь основатели хорошо известны. Это Николай Иванович Лобачевский и Яныш Баяи, которого здесь необходимо упоминать. У меня был такой немножко курьезный случай. Была конференция, посвященная юбилею Баяи. Она происходила в Венгрии. Я делал доклад. В принципе, имя Баяи я упомянул примерно вот так же, вот бегло. А дальше стал рассказывать некоторые вполне конкретные результаты про вычисление объема многогранников. Я начал с глубокой истории про некоторые результаты, принадлежащие самому Лобачевскому. Выписал формулу. Ну, после моей лекции подошла группа венгерских математиков и сказала, а почему вы не упомянули имя Баяи? Она тоже связанная с вычислением объемов таких-то многогранников. Я говорю, ну, извините, я просто не знал. Ну, как же, вот есть работа на венгерском языке. Тут же все формулы приведены. Во всех следующих лекциях я уже старался использовать эти формулы. Они тоже довольно интересные оказались. И, конечно же, после нашелся и английский, и немецкий переводы этой работы. Ну, так что тут всегда, говоря об истории, надо быть очень и очень осторожным. Ну, по-простому, еквитовая геометрия – метрика нулевой кривизны, сферическая метрика – строго положительной секционной кривизны, гиперболическая – строго отрицательная. Ну, если вы как бы только-только собираетесь входить в серьезную математику, то, конечно, надо попробовать ответить на вопрос, чем эти три геометрии отличаются друг от друга. Я нарисую пару картинок и задам совершенно детские вопросы, на которые каждый из вас, наверное, довольно легко может ответить. Предположим, что плоскость доски – это обычная еквитовая плоскость. И мы рисуем стандартные прямые, отрезки, точки и так далее. Я хочу нарисовать очень простую конфигурацию. Рассматриваю отрезок единичной длины, восстанавливаю два перпендикуляра в одном и том же направлении, ну, допустим, вверх. И задаю очень простой вопрос. Чему равно расстояние между верхними точками? Ну, я вижу напряжение в бумагах. Каждый боится допустить ошибку, да? Ну, наверное, все-таки это будет единица. Я не буду доказывать, да? Ну, поверьте. Хорошо. Это то, что называется школьной ликвидовой геометрией. Теперь я чуть-чуть усложню задачу. Я рассмотрю простейшую модель сферической геометрии. Для этого достаточно взять поверхность, лежащую на единичной сфере. Я не знаю, как ее рисовать. И поставлю тот же самый вопрос. Экватор заведомо является геодезической в этой геометрии. На экваторе я нарисую отрезочек длины единица. Понятно, да? Ну, длина экватора 2π довольно большая, единичный отрезок поместится. Это сфера единичного радиуса. На всякий случай я, может быть, нарисую сферу единичного радиуса. Как-то как из 2 все-таки, да? Дальше задача формулируется ровно так же. В направлении к северному полюсу я восстанавливаю два перпендикуляра одной и той же длины. Задаю тот же наивный вопрос. Как насчет расстояния между конечными точками? Я много раз читал эту лекцию, но до сих пор поленился посчитать его в явном виде. Но вы поверите, что она меньше единицы, да? Не будете спать. Вот это вот свойство сферической геометрии. В данном случае S2 также ее обозначим. Ну, иногда красивые спинки ставят, может быть, так. Для уважения геометрии напишу. Ну, наконец, третье. Гипотетическая возможность. Я не знаю, может ли происходить такое или не может. Ну, допустим, что мы рисуем ту же картинку, и так уж оказалось, что расстояние между точками больше единиц. Ну, вот Лобачевский и Баяи, а также многие другие люди, которые работали в то время над проблемами геометрии, они обнаружили, что такая возможность реализуется. Реализуется, да? Это как раз то, что происходит в гиперболической геометрии или геометрии Лобачевского. Так что вот отличие. Никакой кривизны специальным образом вводить не надо, а можно вот так вот визуально увидеть. Но это должно происходить для всех, конечно, фигур нарисованных в этих геометриях. И поэтому, конечно же, это просто вот такая вот иллюстрация происходящих здесь процессов. Дальше довольно интересно. Это речь идет пока о геометриях как таковых. А есть ли какие-то объекты, которые можно смоделировать в этой геометрии? Ну, вообще-то говоря, есть. Опять-таки, если мы рассмотрим, ну, пусть даже тот же самый единичный квадрат, чего уж, как говорится, далеко уходить, и попробуем из него сделать что-нибудь более содержательное. А с тождествием две стороны квадрата, получается, цилиндр. Понимаете, да? Ну и, соответственно, сделаем еще одно отождествление. Я не буду рисовать подробно процесс такого действия, но более-менее аудитория, которая здесь собралась, прекрасно знает, что в результате получается то. На Торе естественным образом существует ликвидовая геометрия. Но она как бы в малом существует. Если вы нарисуете малую окрестность каждой точки, там, конечно, такую картинку можно рисовать. А глобально уже надо аккуратно смотреть. Геодезические на Торе могут начать пересекаться, могут быть запуты геодезические, и так далее. Ну, по крайней мере, есть один объект, который здесь моделируется. Это Тор. Ну, более сложная конструкция наверняка тоже многим здесь сидящим хорошо известна. Это так называемая бутылка Клейна. Я тоже могу ее нарисовать, но не буду. Понятно. Тоже моделируется в этой же самой геометрии. В сфере. Какие объекты моделируются в стерилизмской геометрии? Ну, конечно, сама сфера и проективная плоскость. Проективная плоскость получается, если у сферы отождествить геометрально противоположные точки. В малом геометрии они пострадают. Глобально получается другой объект. Фундаментальная группа уже нетривиально равна Z2. Понятно, да? Здесь. Что происходит здесь? Ну, вот на удивление. Здесь оказалось очень много объектов, которые могут быть смоделированы с помощью геометрии Лобачевского. Это сфера с двумя ручками, с тремя ручками и так далее, и так далее, и так далее. Все ориентируемые, а также и не ориентируемые поверхности рода больше единицы могут быть смоделированы в геометрии Лобачевского. Ну, рисовать соответствующие картинки это довольно тяжело. Я вряд ли здесь рискну это сделать. Ну, вот, по крайней мере, первый объект, который здесь нарисован, это вот восьмиугольник с отождествленными сторонами. Если сделать вот такое вот отождествление, ну, и подобрать там соответствующие углы, то получится как раз вот поверхность рода 2. Ну, углы должны быть так, чтобы в сумме они дали 2π, то есть 2π делить на 8, маленькие углы, понятно, да? Аналогично можно построить и более сложные поверхности. Этот факт был установлен в 1900 году известными людьми. Это Клейн, Бонгаре. Вы, может быть, чуть-чуть менее известный вам человек, но очень важное лицо в математике – это Кёбе, немецкий математик Кёбе. Который доказал… А что они доказали? Они доказали, что все двумерные объекты, за исключением тора, бутылки Клейна, сферы и проективной плоскости, моделируются в геометрии Лобачевского. Понятно, да? Это теорема об униформизации римуновых поверхностей. Есть разные названия, но вот это вот смысл этого сказанного. Дальше. Это хорошо. Это двумерный случай, где все более или менее можно нарисовать, обо всем можно сказать. А что можно сказать в трехмерном случае? Вот ситуация в трехмерном случае вот здесь вот постепенно будет вырисовываться. Прежде всего, кроме евклидовой сферической гиперболической геометрии, есть еще некоторые своеобразные геометрии. Скажем, прямое произведение двумерной сферы напрямую. Прямое произведение плоскости Лобачевского напрямую. И три экзотических Нильсов и универсальная накрывающая матричной группы матрицы размера 2 на 2 с вещественными коэффициентами. Об этих экзотических геометриях я специально не буду говорить. Это вопрос интересный, но, в общем-то, довольно сложный. Я пока еще дальше не буду продолжать. Я хочу что-нибудь нарисовать на этой картинке. Понятно, что в каждой из этой геометрии существуют некоторые объекты. Как эти объекты нарисовать, я, может быть, и попозже буду говорить. Значит, в евклидовой трехмерной геометрии. Какой объект нам хорошо известен? Это единичный кубик. Все видели, слышали, в руках держали с детства. Отождествляя его грани подходящим образом, можно построить довольно много трехмерных многообразий. Это аналоги бутылки Клейна, Тора и еще какие-то более хитрые штуки. Понятно, да? Следующая геометрия – сферическая. Сферическая. Что бы тут нетривиальное было? Я только один нетривиальный объект нарисую. Ну, уж как хотите, понимаете. Это тетраэдер, у которого все углы равны пи пополам. Так, у меня лекция, к сожалению, попозже. Понятно, да? Трудно? Уже трудно. Ну, вот смотрите. Я кусочек из обычной сферы попробую вырезать. Вот сферу я вам уже рисовал. Возьму северный полюс и две точки, лежащие на экваторе. Ну, так, чтобы экватор разбивался на четыре части. Видите, да? Провожу. Вот это геодезическое. Никто не будет спорить. Это геодезическое. Ну, и вот это вот геодезическое. В результате получится треугольник, у которого все углы равны пи пополам. Это типичный представитель объекта сферической геометрии. Ну, то же самое можно сделать с трехмерной сферой. Ну, кто-то рискнет нарисовать. Можно выписать формулы. Ну, можете поверить. Это одна восьмушка шара. Два шара вместе дают трехмерную сферу. Это вы знаете? Ладно. Шар. Трехмерная сфера. Можно взять шар B3 и к нему склеить зеркально-симметричный шар, который поражается отражением. Вот один шарик лежит, а другой шарик такой же, но лежит вовне. Получается отражением в общей границе. Склеивая вместе, она дает все трехмерное пространство плюс еще одна точка на бесконечность. Так вот, если вот этот один шарик половину трехмерной сферы разделить на восемь частей, получится как раз вот такой тетрайник. Понятно, да? Достаточно убедительно. Естественно, я не хочу никаких форм. Так что здесь объекты существуют. Ну, если вы хотите что-нибудь более экзотическое увидеть, ну, пожалуйста. Значит, вот треугольник с прямыми углами. Я вам уже нарисовал. Умножим его на отрезок. Получим треугольную призму, у которой все двуграммные углы равны и пополам. Понятно? Верхнее основание берется из сферической геометрии, а боковое из R1. Там, конечно, какая-то метрика есть. Все это можно грамотно выписывать. Но лучше один раз увидеть, чем много раз услышать. Согласны. Ну и, наконец, прямое произведение гиперболической плоскости на прямую R1. Ну, тоже вот самый простой пример. Ну, можно пятиугольник рисовать. Значит, а я сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шестиугольная призма. Опять-таки, шестиугольная призма, у которой все двугранные углы строго равны и пополам. Это объект, который моделируется вот такой вот геометрией. В тех оставшихся трех картинки очень сложные. Я не знаю, там какие-то змеи должны как-то друг по другу подлазить. Я не готовы писать. Даже если готовая картинка была, объяснить довольно тяжело. Но там есть свои объекты, свои многогранники. Они тоже существуют. Вот наш коллега Эмил Мальнар из Венгрии. Он довольно успешно рисует эти картинки и считает. Но, в общем-то, здесь я, наверное, это делать не буду. Дальше. На этой картинке нет гиперболической геометрии. Я слушаю. А что, наверное, она длилится в 2-2? Где? В сфере или в... Какой пример? Ну, вот последний. Последний пример. Ну, это абстрактный многогранник, живущий в этом пространстве. А как вы хотите? А, нет. Ну, он где-то... Он живет именно в этом пространстве. Ну, как? Оно трехмерное, но метрика-то там кривизна своеобразная, в разных направлениях по-разному. Это просто описание такое. А метрику как задать? Ну, то есть, где бы это жило? Нет, ну, там как-то же есть стандартный способ задавания метрики на прямом произведении. Ну, можно там... На прямом произведении ничего? Вот одна геометрия. Здесь метрика стандартно выписывается. И выписывается метрик. А дальше метрика прямого произведения двух пространств. Я не хочу, я не люблю с этими вещами работать. Я люблю работать с группами, которые там действуют. Если надо, можно, конечно, постараться. Но не ходит примерно. Если надо, можно потом посидеть по выписке. Геометрия мы подразумеваем, типа, пространство с какой-то формой, да? Хороший вопрос. Геометрия. Ну, это ж пошло еще от Гильберта. Проблем Гильберта и прочее, как говорится. Значит, это некоторое односвязанное пространство. Ну, скажем, снабженное, допустим, риммоновой метрике. И там действует группа изометрии, которая транситивно каждую точку переводит в какую-то другую. Есть, правда, маленькое ограничение, про которое, может быть, не все так знают. Требуется, чтобы стабилизатор точки был компактным. Иначе возникает некоторая несуразица. Этот список можно расширить, чтобы получится очень дикий объект. Поэтому по умолчанию его, как бы, здесь не выписывают. В первых трех случаях стабилизатором является стандартная автогональная группа соответствующей размерности. Здесь, как бы, транзитивность чуть-чуть послабее. Дальше еще более слабая. И, по-моему, в последней группе стабилизатор точки является триверальной группой. То есть, вот, по мере убывания структуры стабилизатора они выписываются. Но это один из вариантов, каким образом их можно увидеть и услышать. Так, а это как бы... Ну, нажмите просто на экран в центре. Нет, это... Странно. Ну, ладно. Можно нажать, наверное, в слайд. Ладно, теперь попробую объяснить, почему здесь, в этом списочке, я не нарисовал геологию. Причина очень простая. В 1983 году американский математик Вильям Терстон доказал аналог теорему униформизации Клейна-Понкаре и Кёбе. Почти все трехмерные многообразия моделируются в геометрии Лобачевского. И получил за это филшевскую премию. Понятно, да? Легко и просто. Формулировку этой теоремы я делать не буду, но она существует, опубликована и так далее, и так далее. То есть вот этот прорыв был осуществлен, сколько, 83 года спустя, после классической теоремы информизации. Так, вопросы? Моделируются. Моделируются, но вводится структура из этой геометрии. Локально многообразие выглядит как вот эта геометрия. У каждой точки есть окрестность гомеоморфная, маленькая окрестность. Понятно, да? Ну, я, конечно, утрирую, много там тонкостей есть. Ну, в целом это. Хорошо. Вот после вот этого большого прорыва Тёрстен продолжен заниматься геометрией сверхмерных многообразий. Кстати, он сделал одну очень интересную вещь, которую, может быть, тоже слушатели не знают. Вот когда я учился, ну, это было уже где-то там 50 лет назад, да, в математике царствовала так называемая эпоха бурбакизма. Это означало, что рисовать картинки было нельзя, это не строго. Категорически было запрещено. Но, кстати, геометрия была спрятана куда-то там под пол. Она развивалась, но, так сказать, не особенно себя показывала. А Тёрстен сказал, да, всё это ерунда. Давайте рисовать весёлые картинки, человечки, там, фигурки и так далее. И в этих терминах объяснять соответствующий результат. И дело пошло, действительно, вот это был первый большой краеугольный камень, который отвалился. А дальше он не постеснялся и сформулировал известную теорему геометризации Тёрстена. Каждое трёхмерное многообразие можно разложить на куски, разрезать по каким-то поверхностям, таким, что каждый из кусков моделируется в одной из восьми геометрии Тёрстена. Понятно, да? Ну, вот ваш, как говорится, соотечественник Санкт-Петербурга, Григорий Тилерман, в 2003 году доказал эту гипотезу. Ну, тут вы знаете, наверное, больше меня. Историю этого вопроса я не буду останавливаться. Важный факт, что как следствие из решения проблемы геометриализации следует решение знаменитой проблемы Пуан-Кабре. Каждое замкнутое трёхмерное многообразие с тривиальной фундаментальной группой является следом. Вот такая вот краткая предыстория вопроса, связанная с геометрией трёхмерных, ну, в общем-то, и двумерных объектов. Более или менее вы теперь представляете, для чего нужны остальные геометрии. Ну, на экзотических я не остановился, но со временем, может быть, если вы заинтересуетесь, вы про них прочитаете более подробно. И поэтому я имею возможность, имею возможность двинуться дальше. Так. Хорошо. Дальше я решил несколько схитрить, если так можно сказать. Увидеть трёхмерное многообразие – дело довольно трудное. Оно, во-первых, большое, во-вторых, не помещается в трёхмерное пространство. И нарисовать его вот так просто не удастся. Поэтому я решил выделить некоторый подкласс многообразий, которые можно более или менее нарисовать или увидеть. Понятно, да? Я стартую с хорошо известного в компрессном анализе понятия гиперелептической риммоновой поверхности. Её можно получить, склеивая с помощью разрезания и склеивания двух экземпляров сферы. Ну, может быть, когда-то изучали риммоновую поверхность в ТФКП, да? Процесс разрезания и склеивания, помните? Разрезы делаются, крест-накрест склеиваются. Сейчас этого нет уже, да? Это прошлый век. Ну, неважно. Определений можно много разных давать. Но вот мне нужна на самом деле трёхмерная версия этого понятия. Трёхмерное многообразие. Ну, трёхмерное многообразие, вы, конечно, все знаете, что такое. Не надо определять. Называется гиперелептическим. Если на нём существует инволюция, то есть автоморфизм второго порядка. Такой, что фактор по нему гомеоморфин трёхмерной сферы. Ну, топологическое определение. Поскольку мы работаем, как правило, с геометрическими структурами. Если М, допустим, гиперболическое многообразие, я буду требовать, чтобы инволюция тоже была гиперболическую. И, конечно, понятное, сохраняла ту геометрическую структуру. Можете сказать, что такое фактор по инволюции? Ну, вопрос, в общем-то, хороший, конечно. Это, скорее всего, просто произвольное множество. И на нём действует некоторая группа. Конечная или бесконечная. Что это такое? Это множество классов эквивалентности. Или множество орбит. Я не знаю, как сказать, где g принадлежит x. А что такое класс эквивалентности? Это точка, скажем, g1 от x, g2 от x и так далее. Где вот эти все единицы, g1, g2, элементы, пробегающие группу. То есть это орбита группы. Орбита группы становится самостоятельным элементом фактора пространства. Понятно, да? Туда можно индуцировать топологию. Но надо быть очень осторожным. Группа должна правильно действовать на это пространство. В своё время Бинг в 60-м году построил пример дикой инволюции, действующей на трёхмерной сфере. Фактор, по которой является так называемая дикая сфера. Ну, у нас мы обезопасили себя от этого момента. Мы говорим, у нас только изометрия будет. Гиперболическая, Евклидова. У них никаких патологий нет. Ну, вообще говоря, это пространство очень опасное. Но это стандартное определение. Понятно, да? Ну, как вот туда геометрию и топологию перетащить? Топологию легко. Но топология может вообще не хауздорфа оказаться. Если группа дико действует, даже если этот инволюция. Ну, здесь всё хорошо. То есть, получается, именно объект гамминоборфный трёхмерной сфере. Индуцированная топология. Понятно, да? Не хочу я специально останавливаться. Попробуем дальше. Попробуем двинуться дальше. Хорошо. Значит, вот об этих геометриях говорилось. Здесь говорилось о гипотезе Тёрстена, что она решена в общем случае. Ну, поскольку геометрии всё-таки многовато, хотелось бы увидеть хотя бы одно многообразие, о чём я уже говорил лучше. Ну, первый результат, это моя работа 90-го года, что в каждой из восьми геометрии Тёрстена существует, по крайней мере, одно гиперлиптическое многообразие. И я сейчас попробую объяснить, как они строятся. Вы подержали в руках, почувствовали. Понимаете, да? Нет, я тут явно приводится. Явно, явно. Ну, по крайней мере, не соу я не буду, хотя у меня там тоже какие-то картинки нарисованы. А эти я, собственно, вот я почти нарисовал, если так по большому счёту говорить. Ну, и совсем недавно с моим аспирантом из Вьетнама мы доказали, что в трёхмерной геометрии с точностью до геоморфизма существует ровно пять. Они, в принципе, как бы и жили самостоятельно, но до конца не было ясно, будут они гиперлиптические или нет. Ну, в общем, тут полное описание было дано. Хорошо. Ну, вот теперь, как их построить. Начну с риммоновых поверхностей. Более понятный объект. Разные подходы существуют, разные картинки можно рисовать. Все ли могут видеть здесь риммоновую поверхность рода 2, сферу с ручкой? Не надо конкретизировать. Понятно, будем считать, хорошая геометрическая структура существует, ну, скажем, вот из плоскости Лобачевского. Хотя можно какую-то грубость. И на ней есть инволюция. Это означает, вот эту риммоновую поверхность повесили на веретено и хотят поджарить на шашлык. Понятно, да? И осуществляют поворот на 180 градусов. И вот теперь та самая факторизация, о которой был вопрос. Надо профакторизовать по действию этой инволюции. Точки, полученные друг из друга поворотом на 180 градусов, отождествляются. Вот эти вот, раз, два, три. Ой, 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 ой. Как я это все люблю. Я комплим, я не боюсь меня. Так. Где он еще? Все, не буду касаться. Не буду касаться. Ясно, что существует в этой ситуации при таком вращении ровно шесть неподвижных точек. Видите их, да? Теперь, дальше. Вот здесь вот. Вот здесь вот. Что там получается? Там как бы надо разрезать вот на такую бирочку, а потом отождествить. То есть, вот получается отрезочки между этими точками. Но, что следует отметить, геометрия, которая уже есть на риммановой поверхности, сохраняется всюду, кроме точек вращения. У каждой точки есть по-прежнему окрестность гомеоморфной плоскости в вращенском. Это понятно? Это еще вращение то, что? Да, да, да. Вот, может быть, немножко непонятно будет, вот когда вращается вот эта вот штука. Вот это вот вращение. Вот этот вот фрагмент вращения. Вот тут что происходит? Значит, сначала получается, как бы половиночка отрезается. Ну, там дальше кто-то продолжает. А дальше вот эти вот половинки надо еще друг с другом отождествить. Понятно, да? При этом окрестности ведут себя регулярно. Вот если эта точка, вот у нее одна половинка окрестности, а там вторая половинка окрестности. Как только они склеятся, получается полная окрестность, гомеоморфно-окрестность на исходной поверхности. Поэтому это, говорят, разветвленное накрытие, и у него ровно 6 точек ветвления. Точки ветвления геометрия, к сожалению, портится. Как она портится? Ну тоже можно аккуратненько проследить. Это можно проследить даже еще на уровне круга. Скажем, вот у нас есть круг, и вращение на угол Пи осуществляется. Вот это вот пусть тоже Тау. Мы факторизуем по вот этой вот поверхности Тау. Что получается? Надо взять половинку этой окружности и два радиуса отождествить. Получится то, что в школе называется конус. По-моему, все нормально. Единственное важное свойство конуса, которое мы хотим отметить, конический угол равен Пи. А все остальные точки по-прежнему обладают структурой из геометрии. Понятно, да? Вот это коническая особенность или типичная точка ветвления порядка 2. Вот они здесь тоже присутствуют, их 6 штук. Это понятно? Дальше будет много конических точек. А в метрике там сингулярность? Да, в метрике будет сингулярность. Всюду, кроме этой точки метрика, какая была, такая остается. А здесь она по определенным правилам вырождается. Есть красивые формулы, с помощью которых можно выписать, но я о них говорить не буду. Дальше я предлагаю немножко профантазировать. Поскольку я строю пример, я могу считать, что поверхность идеально симметрична во всех отношениях. В частности, вот эту штуку можно разрезать ножом пополам. Получится вот такой вот шестиугольник. Внимательный анализ позволяет заключить, что это шестиугольник с прямыми углами. Видите? Согласны? Но это стандартный шестиугольник, лежащий на плоскости Лобачевского. Там таких много. Ничего тут особенного нет. Ясно, да? В результате, чтобы вернуться к исходной поверхности, надо взять два шестиугольника, построить вот этот, я называю его арбифолт, и еще из двух таких арбифолтов построить нашу поверхность. Таким образом, четыре прямоугольных шестиугольника достаточны, чтобы восстановить исходную ремонт поверхности. Причем, если я взял вот этот шестиугольник, процедура достаточно однозначна, я по шестиугольнику уже восстанавливаю многообразие. Поэтому геометрические параметры шестиугольника, они могут вообще-то там подлиннее, покороче быть, они автоматически дают геометрические параметры для ремонта поверхности. Вот это главная идея, которую я хочу перенести в трехмерное пространство. Стартовать, но уже на этот раз не с многоугольника, а с многограника с прямыми углами, и из него построить трехмерное многообразие. Примерно по той же схеме. Ну вот я не знаю, конечно, тут все зависит от того, какой наукой вы занимаетесь, какое образование в данный момент получили. Вот то, что у меня здесь нарисовано, это группа, порожденная отражениями в ранних многограника П. Это как? Чужие слова для вас? Кокстеровская группа, группа Кокстера. Может, не надо? Ну ладно, не знаете, не знаете. Тогда это все можно описывать на языке Кокстеровской группы. Этому многогранику или многоугольнику соответствует Кокстеровская группа Дельта П. Второму объекту ее подгруппа индекса 2, состоящая из сохраняющих ориентацию и заметить. И, наконец, в ней берется подгруппа индекса 2, без элементов конечного порядка, и она униформизирует исходную римную поверхность. Это ее фундаментальная группа. То есть тут все можно написать. Тот, кто работал с группами Кокстеров, он в диамном виде может выписать порождающую для всех этих групп, и, в частности, порождающую для униформизирующих группы Кокстеров. Тот, кто и не работал, может ограничиться картинкой. Из четырех экземпляров шестиугольника с прямыми углами мы строим одну гиполитическую гиперпорядку. Ну вот давайте эту идею теперь попробуем перекинуть в трехмерное пространство. Что получится? Насколько это будет понятно? Значит, ну у меня по-прежнему любимая H3 написана. На самом деле картинки будут в юридовой геометрии, здесь Е3 подразумевается. Ну, так попроще. Начнем с самого конца, с нижней картинки. Понятно, да? Потом будет шаг за шагом подниматься. Все видят, что на нижней картинке у меня нарисован единичный куб, реализованный в школьной юридовой геометрии. Но есть маленькая тонкость, которую, к сожалению, вот окраска не передает. Ну, давайте уж я попробую как-то все это более детально изложить. На этом кубе я желаю выбрать так называемый гаметонов цикал. Знаете, что такое гаметонов цикал? Он проходит через все вершины, но не обязательно через все ребра. Ну, их вообще говоря много, может быть. Я возьму какой-то из них. Ну, вот обидно, он желтым цветом здесь изображен. Его не совсем видно. Потом, может быть, я где-то еще хорошо буду. Понятно, да? Ну, пока взяли-взяли. Ничего такого нет. Дальше. Дальше строится примерно так же, как вот вы строили трехмерную сферу из двух шаров. Надо взять один шар внутри, а другой снаружи и склеить спинами друг к другу. Понятно, да? То же самое. Берем один кубик внутри и другую копию абстрактную, внаружи, как бы зеркально отраженную. Склеиваем спиной друг к другу, получили трехмерную сферу, но в ней есть сингулярное множество. Оно состоит из ребер этого кубика. И угол вокруг будет равен дважды π пополам, то есть равен π. То есть вот та самая коническая особенность. Ну, теперь вдоль каждого ребра. Угол обхода вокруг ребра равен π. В остальном геометрия полностью сохраняется. Ничего не посудило. Внутри кубика, в гранях кубика, которые попарно склеиваются, геометрия сохраняется. Понятно, да? Это вот пример Евглинова многообразия с особенностями. Это вот вторая снизу картинка. Ой, дальше, конечно, интереснее. А вот я не очень понимаю, почему у нас там отрицательные кривизны. Я ошибся, я сразу извинился. Я по ошибке написал мою любимую метроболическую геометрию по привычке. На самом деле надо было Евклидов. Ну, в Евклидово метроболической геометрии точно такая же конструкция есть. И на самом деле, исторически я с нее начал. Ну, я начал с объекта, который хорошо известен. Это Гамильтонов дотыкает и рисовал такие же картинки. Ну, чтобы у вас немножко пощадить, я решил более простую картинку рассказать. Понятно, да? Нет, нет, все правильно. Там на Евглинова метро я должна быть. Ну, такая уже печаточка. Ну, не успел я исправить. Бывает. Хорошо. Теперь дальше. Очень ответственный момент. Что такое... Вот кубик и его ребра находятся внутри трехмерной сферы. На кубике нарисован Гамильтонов цикл. Что такое Гамильтонов цикл с точки зрения трехмерной сферы? Это замкнутая кривая. И она кривиальная, по-моему. Поэтому можно построить накрытие трехмерной сферы, двулистная и разветвленная вдоль этой кривой. Вдоль тривиальной кривой всегда это можно сделать. Живовато. Ну, не так сложно, на самом деле. Получится многообразие. При этом сам Гамильтонов цикл исчезнет. А остальные ребра каким-то образом друг с другом склеятся и дадут вот такое вот зацепление. Сейчас я, может быть, на второй картинке попробую это более детально рассказать. То есть, вот, к сожалению, разветвленное накрытие над Гамильтонов циклом. Вот такой вот ключевой момент. Не очень сложно, но как бы и не очень тривиально. Ну, вот смотрите, вот этот кубик. Вот его Гамильтонов цикл. Теперь его четко видно. Он как бы, ну, трехмерная сфера, это все вокруг плюс одна точка на бесконечности. Я хочу двулистно разветвить над каждым из желтых ребер. В результате вершины, которые здесь есть, они останутся на месте. А вот все остальные объекты, которые не закрашены черным цветом, они должны удвоиться. Их станет в два раза больше. Вот, скажем, ребро 8.5 вот оно было, оно и остается. Но при двулистном накрытии еще одно ребро возникает. То же самое с ребром 1.4 и заставшим. Если внимательно проследить способ зацепления одного за другой, то можно легко увидеть, что получается вот такое вот четырехкомпонентное зацепление. Понятно, да? Тут ребра изображены, все правильно. Дело в том, что разведленное накрытие сферы, разведленное над тривиальным узлом, снова являются трехмерной сферой. Так что этот новый объект, он тоже внутри другой трехмерной сферы расположен. Ну и дальше последний штрих, который, может быть, я на предыдущей картинке почему-то и не озвучил, заключается в том, что на последнем этапе надо взять разветвленное накрытие над вот этими четырьмя компонентами. И тогда получится настоящее многообразие. Вот оно и есть гиперлептическое многообразие. Понятно, да? Оно склеивается из восьми экземпляров кубика. При желании можно явно указать, как это делается. Для этого иногда используется краску в четыре цвета. Проблему четырех красок. Тогда красная грань с красной склеивается, синяя с синий и так далее. Кстати, в такой склейке получится вот то самое многообразие, которое здесь есть. Это геометрическое представление. Алгебраическое можно сделать по той же схеме, что и раньше. Стартовать с группы, порожденные отражениями в гранях кубика. Взять мне подгруппу индекса 2, порожденную вращением. Там взять еще одну подгруппу. И, наконец, взять группу, которая уже не содержит элементов конечного порядка. Это будет фундаментальная группа трехмерного многообразия. Понятно, да? Вот так более или менее обстоит дело с трехмерным многообразием. Здесь неявно присутствует теория многогранника. Наличие той или иной геометрии. И, наконец, нужны узлы. Их не видно вроде бы. В конечный ответ они не входят. Но без их помощи разобраться со строением многообразия довольно трудно. В чем прелесть этой картинки? Кубик может нарисовать каждый. Гаметонов цикл почти каждый. Но дело в том, что вот на этой картиночке, кубик с гаметоновым циклом, содержится полностью вся геометрическая информация о строении многообразия. Вы можете посчитать и длины геодезических, и объем, все что угодно. Но этот объект вы видите и даже в руках можете подержать. Из восьми кубиков получается исходное многообразие. Но мы, математики, понимаем, что не все в руках можно удержать. Но, по крайней мере, уже можно как-то себе и встать. Вот это вот простейшая ситуация, когда с помощью узлов строится многообразие. Причем это можно проделать во всех террасных геометриях. Как в других, пожалуйста, вот кубики в других геометриях. На каждом из них есть гаметонов цикл. Можете легко руками нарисовать. Ну, скажем, какой гаметонов цикл, допустим, вот здесь вот. Ну, вот кого там все надо пробежать. Ну, какой-нибудь. Их, вообще-то, много раз. Вот. Можете повторить те же рассуждения с тетраэдром, с прямыми углами. Дословно. Построить и некоторое сферическое многообразие, которое будет гиперлиптическим. Здесь свой цикл. Ну, допустим, я могу его нарисовать вот таким вот образом. Опять повторяя те же рассуждения, строим гиперлиптическое многообразие в этой геометрии. Ну, и, наконец, здесь примерно по тому же типу можно более длинный гаметонов цикл нарисовать. Причем их много разных. Каждый раз разное многообразие получится. Вот так вот доказывается теорема существования. Число компонентов, которые тут требуются. Так? Число компонентов, которые тут требуются. Ну, в данном случае 8. Да, а в данном случае? Нет, ну, я не говорю, что все гиперлиптические многообразия. Нет. Эти были 90-е годы. Эта наука только-только зарождалась. И ситуация была такая. Я много занимался римными важностями. Тут мне все было ясно. Я в свое время, ну, Тернец Борисович Риндберг, вы имя знаете. Я с ним так очень тесно контактировал. Я его спросил. Тернец Борисович, а вы знаете, вот пример таких многообразий, таких людей нет, говорит, но построить их, это моя голубая мечта. Ну, вот я счастлив, что в то время мне удалось эту голубую битву попросить. Ну, давно было уже, к сожалению, уже начинает забываться. Я сейчас трудом нашел старые записи на телевидении его. Эта схема хотя бы, ну, позволяет ручками пощупать, что там происходит. Хорошо, как у нас по времени? Кто-нибудь следит? Я могу уверить. Уже мало времени остается. Мало. Сейчас 10-20? Нет, нет, ну, до 11 тысяч, вроде, или нет. Ну, где остановимся, там и остановимся. В конце концов, это и не так важно. Дальше будет хитрее. Есть общее определение конического многообразия. Или многообразия с коническими особенностями. Ну, вот я вам их уже много нарисовал, на самом деле. Там в качестве особого множества может не обязательно узел получиться, а вообще говоря, завозленный граф. Более сложный объект. Понимаете, да? Как устроено определение? Смотрите, не смотрите на эту дворку. Не так важно. Представьте, что у вас есть набор кубиков. Каждый кубик реализован, скажем, в гикроболической пространстве. Их крайне можно изометрически склеивать друг с другом. Так уж они подобны. Вы склеили, 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 получили замкнутое многообразие. Вот это простейший пример конического многообразия. В чем подвох? Общий угол вдоль ребра не обязательно равен 2 пи, как и у нас. Поэтому особенности вдоль ребер могут возникнуть. Их может быть очень много. Но я буду смотреть лишь те особенности, когда ребра вместе образуют либо один узел, либо узел из нескольких компаний. Я только этим случаем ограничиваю. Хотя можно это все и дальше. Вот это и есть понятие конического многообразия. Суммарный угол вдоль склеенных ребер – это конический угол многообразия. Понятно, да? В предыдущем случае он всегда был равен пи. Но можно было постараться сделать это. Я это не стал. Вот это общее определение конического многообразия. Не пугайтесь, но без него, к сожалению, дальше дело не пойдет. Теперь ребра, вдоль которых угол неравенную умплит, образуют сингулярное множество. Мы с ним будем работать. Но я с самого начала говорю, мы рассматриваем лишь те конические многообразия. Когда, во-первых, само многообразие – трехмерная сфера, ну тоже для простоты. А сингулярное множество – это какое-то узел или зацепление. Вот тогда я что-то могу говорить, что-то доказывать, что-то получать. Окей, попробуем дальше. Вот простейший пример конического многообразия. Ну, мы уже немножко пожили в разных геометриях. Позвольте сказать мне, что этот объект – это тетраэдер, живущий в сферическом пространстве. Поверьте, пожалуйста. Углы альфа, бета двуградные, все остальные черные равны пи пополам. Так немножко пофантазировав его можно руками построить. Ну, не буду я на это время тратить. Разрешите. Теперь я выполняю два поворота на угол альфа, на угол бета. Соответственно, получаю то, что называется зацепление куба. На самом деле, это трехмерная сфера. На ней всюду, за пределами цветных картинок, сферическая геометрия, то есть метрикопостоянный кубец, скажем, равный плюс одиннадцать. А вот эти компоненты, красные и голубые, они выражены в суммарный угол вокруг компоненты либо альфа, либо бета. Ну, вот он живет, имеет право на существование. Попробуем что-нибудь сказать про него более содержательное. Я хочу посчитать объем такого объекта. Там же есть геометрия, и объект вроде бы компактный, потому что внутри трехмерной сферы, собственно, трехмерная сфера. Поэтому объем должен быть конечность, какова бы метрика ни была. Как его посчитать? Ну, опять-таки, придумал этот метод не я, его придумал Шлевский, который жил во времена Лобачевского. Причем не знаю, контактировал с Лобачевским или нет, но он многие вещи придумал. Он, как я понимаю, самостоятельно швейцарский, называемый, жил где-то в горах. В общем, каждый раз на работу ему надо было идти, перебираясь через гору. Однажды пошел сильный снег. Он соскользнул с горы и живой остался, но все закончилось благополучно. Ну, имя его известно. Вот он придумал формулу. Оказывается, если у нас есть сингулярное коническое многообразие, конические углы альфа и Т, а длины вот этих вот компонентов Л альфа нет. Понятно, да? Ну, даже на кубике, скажем, вот угол вокруг это альфа, а длина ребра это Л альфа. Умножим Л на Л альфа, поделим пополам, и получится К умножить на дифференциал объема. Вот такая простая формула Швейцарии. К сожалению, даже в простейших ситуациях, скажем, мы пытаемся вычислить объем тетраэдра. Эта формула очень сложная, потому что для тетраэдра она зависит от шести параметров. И проинтегрировать такую простейшую дифференциальную форму вот так вот не получается. И никак не получается. Но если мы не тетраэдр будем рассматривать, а вот некоторые узлы или зацепления по схеме, которые я отложил, оказывается, можно достигнуть довольно большого успеха. Вот возвращаясь к предыдущей картине. Углы альфа и бета я вам показал. Вот так уж оказалось, что у компоненты, в которой угол альфа, длина будет равна бета. И наоборот. Опять это простая геометрия тетраэдра. Останавливаться я не буду. Поэтому дифференциальная форма шлефеля приобретает достаточно простой вид. Принезна будем считать равной плюс единицы. Тогда надо проинтегрировать вот такую дифференциальную форму. С точностью до константы ответ выписывается. Ну, можно из каких-то общих соображений понять, что константа равна. Здесь есть много способов, но опять-таки на этом специально я остановлюсь. Это простейший способ, когда мы сумели найти объем, зная геометрию узла. То есть это объем зацепления хопа. Понятно. Ну, ясно, что это, как это говорит, учебный пример. Следующий объект – это узел трехлистника. Я не буду останавливаться более подробно. Значит, на нем, в зависимости от альфа, живут почти все геометрии. Кроме Евглидовой. Но, кажется, если добавить еще дополнительные перешейки, Евглидова там тоже живет. Если добавить два перешейка, то и гиперболическая живет. А все остальные тержинские геометрии на нем выживают. В зависимости от 2. Понятно, да? Ну, перебирать все 8 геометрии, к сожалению, я не могу. Единственное, что ответить, отметить довольно интересно. Если мы рассмотрим дополнение к углу трехлистника. Понимаете, да? Его берут и прогрызают, и выбрасывают. На дополнении, как это неудивительно, одновременно могут существовать 2 разных геометрических структуры. Вот такая и вот такая. Вот этот факт, вот он удивительный. Я даже других особенно примеров не знаю, но он уже довольно давно известен. То есть трехлистник, который обычно считают как бы доразвитым узлом, на самом деле обладает очень богатой геометрией. Но я, опять-таки, остановлюсь только на сферическом случае. Если альфа находится в разумных пределах, от пинатрии, не двух пинатрии, то на таком объекте, то есть трехлистники с коническим углом, всегда существует сферическая геометрия, и объем находится по очень простой форме. Вот она здесь выписана. Понятно, да? Ответ понятен. Откуда взялось? Откуда взялось немножко трудно? Ну, у нас было сначала лобовое доказательство. Мы реализовывали этот раклистник с помощью каких-то моделей, сферайдеров, длинное-длинное доказательство. У нас его долго и публиковали, в конце концов каком-то или детском журнале это все пришлось. Но немножко позже удалось найти вполне человеческое доказательство. Но это человеческое доказательство, как часто бывает, делается нечеловеческими методами. Я должен рассмотреть трехмерную сферу, как единичную сферу в комплексном пространстве С2, снабженную вот такого термитовой метрика. Я изучал эрмитовую матрицу, у нее в степени, как и в семье. Ну, считал, что их только физики могут использовать. А вот пришлось. Вот такая эрмитовая метрика на самом деле задает ну, сферическое пространство, постоянный кредитный плюс. Это другая модель стандартной сферы. Ну, что хорошо, здесь альфа можно менять. Причем менять как раз тех пределов, которые мне нужно. То есть это какая-то возможная реализация трехмерной стены. Хорошо. Теперь как строятся трехлисты? Ну, это примерно так же, как мы строили зацепление Хопфа. Многогранник теперь более сложный. Вот он здесь нарисован. Видите, да? Вот это, ну, на самом деле, он состоит из шести вот таких тетраэдров. Я их не стал рисовать. Отождествления будут делаться двумя поворотами. Вот на угол бета и на угол в альфа. А углы даже будем считать одинаковые. Удивительно, но вершины этого многогранника в проективном пространстве задаются очень простыми числами. Е, Ф – это комплексные числа. Помните, мы в С2 работаем. Две комплексные координаты. Так они просто выписываются. Ну, проще не бывает. Ну, не надо говорить, что это сразу получилось. Ну, так, вверх 10 подумал. Потом вроде стало ясно, что вот так и должно быть. А как только заданы координаты, и есть у нас метрика, нет проблем посчитать расстояние длины самого узла. Считаем расстояние от одной точки до другой. Понятно, да? По хорошей порции. Ну, это обычная, ну, как бы, метрика, метрика, метрика. А углы тут не рациональны? Могут быть нерациональными, да? То есть в любой... Нет, здесь любые. Это важно. И формулы шнефтемарка, там дефилицирование. А если бы были рациональны, можно было бы накрыть... Да, об этом могу тоже отдельно поговорить. Там есть несколько случаев, когда видно, какое накрытие. Но их мало. Их довольно мало, к сожалению. Ну, вот и все. Считается длина. Она равна 3 альфа минус пи. Дальше выписывается формула шлефли. Дифференциал объема. Длина пополам на д альфа. И интегрируется квадратный... Какой? Ленейный многочлен. Получается квадратный многочлен. Константа определяется. Ну, вот примерно, как вы говорите. Если оба равен пи, тогда двулистное накрытие над трехлистником – это линзовое пространство 3.1. В свою очередь, трехлистное накрытие над линзовым пространством – есть трехмерная сфера. Таким образом, трехмерная сфера шестикратно накрывает объект при альфа равном пи. Объем трехмерной сферы известен – это 2 пи квадрат. Значит, в критической точке объем пи нац. Отсюда находится значение констанции С равное нулю. И получается, по-моему, для одного. Вот такое вот относительно простое доказательство, которое получается для трехлистников. Для остальных узлов, конечно, ожидать такого не приходится. Вот следующий объект – это узел 8-го канала. Ну, не буду рассказывать историю, она богатая и интересная. Но поскольку лекции останутся в интернете, где вы можете получить, вы, конечно, можете посчитать. Здесь все геометрии постепенно рассматривались. Я расскажу про три геометрии. Если альфа мал до 2 пи нац – это гиперболическая геометрия. В гипридовой точке это ровно альфа нулевое, то есть равное 2 пи нац. И чуть-чуть дальше это уже будет область применения серийской геометрии. Другие экзотические геометрии рассматривались другими авторами, но я на этом не останавливаюсь. Моя цель более простая. Я хочу указать формулу для объема. Вот формула для объема во всех трех геометриях выглядит вот таким вот образом. Это совместная работа с моим аспирантом Алексеем рассказываем. И вот ответ выглядит таким образом. Гиперболический случай самый простой, как я вам уже говорил. Евклидов более хитрый. Почему более хитрый? В гипридовом пространстве, прежде чем считать объемы, надо выбрать единицу длины, единицу масштаба. А ее нет. Так вот, в качестве единицы масштаба мы выбираем длину самого узла. И тогда все сходится. Ответ выражается вполне конкретным числом. Понятно, да? Вот при таком дополнительном предположении все сходится. На самом деле это предельный случай. Если альфа устремить к альфа нулевому, поделить на длину в кубе, то получится как раз эта константа. Другой подход. В сферическом случае ответ примерно такой же. Косинусы меняются местами. Но там проблема заключается в том, что косинус, вообще говоря, является многозначной функцией. Аркосинус обычный, в отличие от гипербонического. Его в ветвь до пи одна ветвь ведет, а начиная с пи другая ветвь. Ее надо подбирать. Непрорывную ветвь обеспечить. Так что формула, в принципе, такая же, если мы все время говорим об изначально выбранной в ветве аналитической функции. В критической точке равной пи, опять-таки, соображения с накрытием виндового пространства работают. И мы можем указать явный ответ. Понятно, да? Хорошо. Вот фундаментальное множество восьмерки. Его можно реализовать во всех пространствах постоянной кривизны. Но в пространстве Евклида координаты можно брать целочисленные. В принципе, у меня где-то есть. Понятно, да? А в остальных уже нет. Хорошо. Вот другой узел, более хитрый. Вот он здесь нарисован. Опять-таки, говорить про его историю я могу до бесконечности. Но он был открыт еще в 71-м году. Так или иначе. Хотя теория узлов тогда еще, геометрическая теория узлов, она не совсем развивалась. Она только зарождалась. Да, придется мне тоже этот момент допустить. Но я скажу лишь про объемы. Значит, что здесь интересно, что существование структуры, она была известна довольно давно. По-прежнему, при малых альфах, это гиперболическая структура, фиксированная точка, которая здесь указана, это нулевое, наявно выписывается, будет евклидовая структура и, наконец, сферическая структура. А вот с объемами дело намного хитрее обстоит. Объем этого узла в гиперболической геометрии дается следующим комплексным интеграммам. И это мнимая единица. За этой чертой два комплекса сопряженных корня кубического уравнения. Уравнение сейчас не очень сложно. Вот этот комплексный интеграл дает строгое положительное число, отвечающее за. Вот сколько живут, до сих пор убивляюсь, уже научился доказывать, но объяснить причину этого явления я до сих пор не могу. Для других узлов тоже получается, не только здесь. Но долгое время не удавалось это сделать для сферической геометрии, хотя ответ должен быть похожим. И что совсем не удавалось, это найти объем гиперболической геометрии. Ну, буквально последние годы вот эта пандемия, которая, встеп, нам, конечно, не очень нравилась, но она позволила немножко сосредоточиться на этой задаче. И я решил все эти задачи одновременно гиперболической и сферической случая. Ну, об этом я немножко как раз и расскажу. Вот ответ в случае сферической геометрии. Интеграл похожий и исчезла. Z1 и Z2 уже настоящие. Вравнение тоже. Но по-прежнему логарифм многозначная функция. И до угла альфа нулевое, до угла π, а далее, сейчас это назвал логарифм, используется после угла, это другая. Эта формула позволяет от одной ветви аналитической функции перейти в другой. Я не знаю, с гаммы функции приходилось когда-нибудь иметь дело или нет. Ее интеграл красивый, выписывается только в очень узкой полосе. Все надо продолжить, надо сделать интегрирование по частям какое-то, и тогда она будет работать в следующей полосе, в следующей программе. То есть тут ничего особенного в нижней строчке. Это переход к литве, другой литве, той же самой аналитической функции. Ну, доказательства, наверное, не сегодня. Так понимают. Это так называемое отображение голономии, то есть это в гиперболической геометре. Фундаментальная группа узла представляется матрицами, которые здесь написаны. И вот гамма альфа, это так называемая компрессная длина нашего узла. Вещественная часть – это настоящая длина, а фи – некоторый угол поворота. И вот с этими штуками приходится играть. И, в общем-то, в конце концов, можно одержать победу. Аналогичная ситуация. Вот это новый кусок. Я, по крайней мере, нигде не видел его раньше. Как поступать в случае сферической геометрии. Исходный момент, да, он похож. А вот дальше расчеты, в общем-то, оказались совсем другие. Ну, увы, я, наверное, сегодня уже никак не успею. Как-то я все-таки попытался рассказать более понятные вещи. А более тяжелые сказать. Это же очевидно, да. Но должен сказать, что здесь для вычлений используется идея Аполинома. Который связывает компрессную длину узла с углом поворота или коническим углом. Альфа – это по-прежнему конический угол. Тот, который раньше был, который везде. А гамма, вообще говоря, комплексная длина. И тогда известно, что есть Полином с целочисленными коэффициентами, которые это все делают. Но он, к сожалению, очень большой и очень неуютный. И работать с ним как-то вот не получается. Поэтому мы пошли по другому пути. Мы записали Полином, и, значит, уравнение Полином равен нулю через тригонометрические функции. И получили очень простое соотношение. Котангенс, ну, четверти длины, будем говорить, умножить на катангенс половину угла. Есть корень кубического уравнения, о котором я говорил выше. Понятно, да? Кубическое уравнение, вот оно выписано. Вот это тригонометрическая форма Аполинома, который хорошо известен. Но тригонометрическая форма – это, в общем-то, ну, как бы изобретение школы, школы, вот, которой я принадлежу, да. Что тут хорошо? И что это такое на самом деле? Вот я не знаю, насколько хорошо слушатели знакомы с гиперболической геометрией, альфа, бета и прямой угол, да. И вот есть гипотенуза. Как выразить гипотенузу можно? Есть очень простая формула. Косинус гипотенузы есть катангенс альфа умножить на катангенс бета. Это некоторая разновидность теоремы Пифагора. В это можете поверить, да? Гиперболической геометрии. Не надо объяснять, почему теорема Пифагора. Ну, если хотите, я объясню. Это не очень сложно на самом деле. Стандартная теорема Пифагора в гиперболическом случае записывается вот таким вот образом. Вот она здесь готовенько живет. Это, наверное, видели многие. С этим нет проблем, да? И к ней надо добавить еще один довольно простой факт, который, ну, видимо, от Лобачевского уходит. Это так называемый угол параллельности, его обобщение. Это значит, надо взять косинус против лежащего угла и поделить на синус при лежащего угла. Ну, и, соответственно, здесь косинус бета поделить на синус альфа. Ну, вот теорема Пифагора и плюс вот угол параллельности вместе дают то, что у меня написано. Видите? Вот это то же самое, но только в трехмерном пространстве рабочайства. Нам удалось увидеть этот прямоугольный треугольник, углы, длинные, но они оказались комплексными. Ну, тем не менее, соотношение это просто. И вот оно легло в основу вычисления объемов. Благодаря ему получается простая формула для объема. Понятно, да? Конечно, я даже доказательства могу. Это вот многочлен, который раньше использовался, он довольно длинный. Как с ним работать, я не знаю. Но я записал его в эдометической форму. Теперь стало проще. Вот все доказательства, собственно. Согласно теореме Шлефли, нам надо проверить, что дифференциал объема равен L пополам. Ну, какой-то там геометрия. Помните, да? Я говорю, ответ вот такой будет. Тот, который у меня раньше выписал. Эта функция стопроцентная является ответом. Доказательство. Возьмем производную по переменной α. Дело в том, что верхний предел от α зависит нижней и сама функция. Но это не является какой-либо существенной проблемой. Дифференцируя интеграл по параметру, верхний предел, нижний и так далее. Но дело в том, что Z1 и Z2 в силу той самой вышеусказанной теоремы, они зануляют вот эту функцию. Точнее, функция, стоящая под интегралом, всегда равна 0. F равно 1. То есть, вот это 0, это 0. Остается только один интеграл. Но после дифференцирования логарифма, он сводится к школьному интегралу, который берется. И вот тут наступает критический момент. Вот именно здесь используется теорема Пифагора про катанницы. Вот здесь вот. Благодаря ей, первый аркосинус равен вот такому выражению, а второй аркосинус другому выражению. Их разность дает ровно и пополам. Все доказательства. Ну, опять-таки, на это ушли долгие годы. И сразу это все придумалось. Но, тем не менее, можете проверить. Может, где и есть опечаточка. Но я думаю, что аналитические функции, они обычно такие жесткие. Если где-то потерял плюс, то в любом случае, где минусовые, то сойдется. Понятно, да? И вот, что на удивление, что это прошло и сферической геометрией, и карбонической. Только функции немножко меняются. Схема доказательства. Ладно, я не буду больше об этом говорить. А теперь вот объем гипплидовой геометрии. Тот самый сложный, о котором я сегодня говорил. Мы считаем не сам объем, а объем, деленный на куб длины. Иначе без выбора единицы масштаба вообще ничего не запрещено. Утверждается, что эта константа находится явно. Вот она указана через радикалы. Маленькое доказательство. В общем-то, известно, что эта функция непрерывна во всех трех геометриях. Поэтому нам достаточно перейти к пределу, скажем, из гиперболической геометрии при L альфа, стремящемся к нулю. Вот формула шлефли. Производная объема равна минус L пополам в гиперболической геометрии. Ну как, правило лопитали используется. Понятно, да? Это обращается в ноль, и это обращается в ноль. Неопределенность вида ноль на ноль. Раскрывается с помощью правил лопитали. Но для этого надо взять производную от объема. Но ее собрать особых проблем нету. Это как раз минус L пополам. Получается, что надо найти вот такой вот предел. Тоже не подарочек. Дело в том, что L от альфа ведет себя как корень из х при х, стремящемся к нулю. У нее производной нет. А у L квадрат хорошая производная. Понимаете, да? И вот за счет вот этих тонкостей, ну это уже анализ, конечно. Удается найти конкретный предел. Ну, ранее вот это было уже сейчас. Но оказалось, это общая наконаверность. Можно делать для других узлов. И вот табличка. Узлы до семи пересечений включительно. Здесь указано их название. В разных таблицах это другое название. Это точка, в которой присутствует евклидовая структура. До этого момента узел живет в гиперболической геометрии. После этого в сферической геометрии. А это евклидовый объем. Вот все числа наши. Каждый раз это алгебраическое число. И мы можем в явном виде указать алгебраическое уравнение с целыми коэффициентами, корнем которого является. И вот совсем недавно с моими учениками Саша Калпаковым, которого мы с ними знаем, и Николаем Абросевым, мы доказали, что это общая законаверность. Объем гипридового объема любого узла, если на нем существует гипридовая геометрия, всегда является корнем алгебраического уравнения с целыми коэффициентами. Вот такой вот интересный результат. А это его конкретно подключение. Вот все, я на этом готов закончить. Спасибо за вопросы. Спасибо. Это придом явном? Ну, я же все. Нет, ну, так, давайте. Вопрос правильный. Ну, есть достаточно простой ударильный. Сейчас. Вот он, да, значит, допустим. В компьютере, если вы выпишите «Радикал», есть специальная команда «Найти Полинок». Конечно, мы его выписываем. А как до него добраться? Ну, мы же переходили к пределу. Надо было взять ряд производных, там, неявных функций, туда-сюда. Но, в конце концов, стало ясно, что предел будет. Ну, дело техники. Без компьютера ничего не сделаешь. А с компьютером это не сложно. Так что, да, явно. Тут все относительно явно. Ну, вот, так, еще вопросы? Так, может, аудитория извне какие-то вопросы задад? Пожалуйста. Вопросы? Вот у меня такой вопрос. Вот в построении гипералептических многообразий, брали коммитинов цикл, который образовывал тривиальный узел, и над ним мы создаем накрытие. Вот здесь существенно то, что это тривиальный узел? Да, существенно, потому что я получаю сферу в результате на первом этапе. Это еще не само многообразие, это так называемая гипералептическая сфера. Но в ней, в этой сфере, уже узел развязанный. Это уже не граф. То есть, изначально скелет многогранника все-таки граф. Не очень сложный, но граф. И вот эта первая конструкция с коммитиновым циклом, она позволяет скелет многогранника превратить в узел из зацепления. А вот последний этап, это уже разветвленное накрытие полученным узлом из зацепления, дает настоящее многообразие без особенностей. Так что это важно. Ну, мы, конечно, разные варианты использовали. Можно было и по более сложной схеме это делать, несколько этапов. В принципе, да, можно расширить эту схему. Публикации соответствующие имеются. Но я как бы вот с самого начала рассказал, как это было, чтобы понять геометрический смысл этой конструкции. То есть, не само доказательство, а, по крайней мере, геометрический смысл. Так, еще вопросы, пожалуйста. Можно про дополнение к трилистнику? Там сказано было, что... Две геометрии есть. Да, да, две геометрии. Вот, по геометрии, которая гиперболическая на вещественные... Нет, гиперболическая H2NR, к сожалению. Да, ну да, H2NR, да. Да, и вот эта хитрая. Насколько она вообще там глобально устроена? Просто... Нет, она была... Нет, я не занимался этой геометрией. Вот все, что я представляю. Вот мои представления о ней. Понимаете? Я как-то работаю с группами. Вот здесь группа хорошая. Группа, порожденная отражениями, могу выписать и так далее. Работать непосредственно с метрикой – это другая технология. Ну вот, ею как раз вот владел тот известный математик, который доказал проблему планка. Вот он и владел. Но это не моя техника, к сожалению. Там люди специалисты. То есть моя исходная область – комплексный анализ, поэтому так или иначе я перехожу к комплексным числам и сам удивляюсь. Ответ-то вещественный, а числа почему-то комплексные. Но так все время будет. И в следующих лекциях будут совсем про другие вещи рассказывать. Все равно появятся комплексные числа. Ну, приведут, конечно, не только к вещественным, а даже целые числа появятся. Это комбинаторика, связанная с теорией графов. Но комплексный анализ будет основным аппаратом. Так, ну хорошо. Есть ли еще вопросы? А меня слышно? Да, конечно. Ну, вот мне кажется, было бы студентам полезно про разветвленное накрытие пояснить. Вот именно определение-то было дано, что там точки одна, то есть два прообраза, один прообраз. А как строится из Кубы? Зачем Гамильтонов цикл? Может быть, вот этот момент? Ну, это хороший вопрос в обсуждении после лекции. Я готов каждому пояснить. Ну, в двух словах это же все равно не расскажешь. Это технологии. Довольно сложные технологии. Локально, да, вот я картинку нарисовал. Локально строится вот так вот. Если надо трехмерный случай, это же умножается на отрезок. Теперь вот то, что у нас есть, я могу умножить на отрезок. Что получается? Получается, допустим, цилиндр вместо круга. Этот цилиндр по-прежнему вращается на угол Пи. Это будет та же самая инволюция Тау, продолженная трехмерное пространство. И мы по ней хотим профакторизовать. Что получается? Получается половинка цилиндра. Вот она здесь стоит. Взяли и отрезали половинку цилиндра. У нее есть ось вращения, которая вот с той стороны находится. Вот может быть, я здесь довольно плохо. И теперь надо отождествить вместе не только ребра, которые были, но и те половинки, которые были. В результате получится узенький цилиндр. Но внутри этого узенького цилиндра по-прежнему остается ось вращения. Но как бы половина этой оси осталась, поворот осуществляется на угол. То есть вот картинка с конусом теперь в трехмерном случае. То есть предыдущую картинку умножили на отрезок, на единичный отрезок. Вот это главная идея. А дальше локально все разведенные накрытия, они по этой схеме строятся.